Министр транспорта и связи Свердловской области Василий Старков, представители администрации Екатеринбурга и эксперты Общероссийского народного фронта провели инспекцию участков городских улиц, лидирующих в рейтинге убитых дорог ОНФ. Рейтинг был составлен по результатам народного голосования на сайте проекта. Это принципиально новый подход взаимодействия с общественностью, взятый на вооружение областными и муниципальными властями. Василий Старков напомнил, что безопасные и качественные дороги – одно из 11 приоритетных направлений стратегического развития, определенных президентом России. В Свердловской области в рамках реализации этого проекта руководство региона старается применять все возможные механизмы обратной связи с гражданами, для того, чтобы наши программы дорожного ремонта отвечали запросам общественности. В министерстве работает горячая линия по вопросам состояния автодорог, также проводятся консультации с экспертами. Принять участие в проекте «Дорожная инспекция ОНФ карта убитых дорог» может любой желающий. Для этого необходимо загрузить на сайт фотографии участка дороги, нуждающегося в ремонте, и обозначить его на карте. Кроме того, можно голосовать за объекты, выложенные другими пользователями. Так составляется рейтинг улиц, находящихся, по мнению самих жителей города, в плачевном состоянии. В настоящий момент на портале размещено 185 участков дорог почти в 30 муниципалитетах Свердловской области. Инспекция во главе с министром объехала 10 объектов уличнодорожной сети Екатеринбурга, на данный момент возглавлявших рейтинг ОНФ. Отметим, в топ-10 убитых дорог на сайте ОНФ вошли участки улиц в Первоуральске и Кировграде. Глава Минтранса дал поручение специалистам оперативно предоставить фото и видеосъемку этих объектов для того, чтобы оценить их качество и принять решение о включении в областную программу. Координатор проекта на Среднем Урале Артем Ланцев рассказал, что он стартовал в феврале 2017 года. Но активно голосовать жители Свердловской области стали недавно. Пока общее число голосов за объекты нашего региона составляет почти 3 тысячи. Проект только набирает обороты и будет продолжаться. Отрадно подчеркнул активист, что уже сейчас, менее чем через полгода с начала работы с инспекцией на убитые дороги, выехал министр. Это означает, что общественники находятся в конструктивном взаимодействии с областными властями. Основная цель проекта – это не просто разместить объекты, убитые, разрушенные дороги на территории Свердловской области и города Екатеринбурга, но прежде всего выстроить диалог с органами государственной власти, чтобы народное мнение было услышано. Именно для этого и существует наш проект «Карта убитых дорог». Именно для этого работает. Напомним, в 2017 году на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» в Свердловской области направлено более 2,7 миллиарда рублей, из которых 1,4 миллиарда – средства региональной казны, 1,2 миллиарда рублей – федерального бюджета, остальное – средства местных бюджетов. Общий же объем Дорожного фонда региона составляет 17,5 миллиардов рублей. На дорожную проблему в Артемовском городском округе обратили пристальное внимание члены Общественного совета при Артемовском ОМВД. Нарушения при ремонте, которые были ими выявлены, переданы в соответствующие ведомства, а ситуация продолжает находиться на постоянном контроле общественников.